Здравствуйте, дорогие друзья! И я приветствую всех любителей реактивной тяги. Стартует небольшой подпроект. Хочется тюнингнуть вот это вот устройство и приделать сюда камеру сгорания. Камеру довольно-таки совершенную. То есть все должно работать нормально. Для тех, кто не знает, что это такое, ссылку я оставлю в описании. Ну и в двух словах объясню. Это компрессор центробежный, вон она крыльчатка. Диаметром 100 миллиметров. Я рассчитывал, что она будет выдавать довольно-таки существенное давление. Но двигатель может раскрутить эту крыльчатку только лишь до 33 тысяч оборотов в минуту. В итоге давление вот здесь вот на выходе не более 0,2 атмосфер. Пока что ищется донор для установки этого агрегата в машину. И чтобы не скучать, я решил немножечко модернизировать это дело и приделать вот сюда камеру сгорания со смотровым окном. И можно будет посмотреть, как внутри происходит сгорание топлива. На заре авиации уже были изготовлены такие двигатели. Правда они запитывались не от электромотора, а от ДВС. А так в принципе принцип был тот же самый. ДВС крутил крыльчатку компрессора, а далее была установлена камера сгорания. Все это успешно работало. Выдавала тягу, но такая вещь не прижилась. Потому что все это дело непрактично. Нужно топливо и для камеры сгорания, и для ДВС. А тягу оно выдавало не такую прям сверх фантастики, чтобы это можно было успешно использовать. Друзья, стартуем, приступаем к изготовлению. Этот чертеж мы откладываем, потому что есть уже другой. То есть вот две основных развертки жаровой трубы. Все диаметры уже рассчитаны, все посчитано. Можно приступать к изготовлению. Есть у меня парочку железяк с нержавейкой. С них мы и будем ваять все это дело. Забыл, надо же кофе шарахнуть. Теперь точно стартуем. Для начала распустим нержавейку и будем ее ровнять. Воспользуюсь вальцами, чтобы выровнять металл. Вот так вот уже более-менее ровно. Обточил в размер две вот этих вот железки. Также здесь, как вы можете заметить, я сваркой прихватил кусочек, потому что не хватало, друзья. То есть в данном видео я материал не перевожу, а наоборот из кусочков, из какого-то хлама делаю. В общем, ее еще сильнее покорежило. Здесь я пальцем прикрываю, потому что здесь я прожег. Не хочется показывать. Все в конечном итоге будет нормально. Все равно она вся дырявая будет. Сейчас буду дырявить ее, кстати. Для этого разрезаю чертеж. Чертеж у нас служит также и шаблоном для накернивания. Вот так все это оборачивается. Хорошо, когда в хозяйстве есть вот такая штука. Спасибо одному хорошему человеку. Теперь накернивать просто сказка, ребята. Вот так раз и погнал. Вот что, ребята, получилось. Кстати, и стыкалась вся подложка. Тоже вся в точку стала. Теперь мы отрываем вот это все дело. Нам оно теперь уже как бы и не нужно. Аккуратно. Вдруг удачная камера сгорания будет. Можно будет ее еще раз повторить когда-нибудь уже в ТРД. Жаровая труба делается из нержавейки толщиной 0,5 миллиметра. Варить ее проблематично. 1 миллиметр я легко на тих сварке варю. А вот 0,5 миллиметра тяжко получается. Но я приспособился одним интересным способом. Можно сверлить. Здесь видно плотность отверстий выше. Это внутренняя часть. Здесь плотность меньше. Но площадь всех отверстий одинаковая. Что здесь, что здесь. Воздух должен со всех сторон равномерно проникать. Тогда будет хорошо. Вот такие, ребята, получились кривые железки. С множественными дырками. Здесь их нереальное количество. Особенно вот в этом ряду. Сейчас я убираю заусенчики вот здесь снизу. И мы прокатываем опять на станке. Видите, как она выравнивается? Прямо на глазах. Это раз. Это два. Гнем в колечки. Получилось две очень даже симпатичных детали. Части жаровой трубы кольцевой камеры сгорания. Получился вот такой вот шов, ребята. Это после тиг сварки. Здесь тоже вроде бы неплохо получилось, ребята. Очень даже неплохо. Потихонечку мастерство растет. О как! Вот оно как получается, ребята. Это будет сопло. Выход выхлопных газов. Все будет выглядеть именно так. И никак иначе. Итак, идет процесс. Здесь у меня немного не получилось. Повело вот эту вот деталь. Думаю, все приварим. Все будет нормально. Сейчас занимаюсь испарительными трубками. Здесь вот есть дополнительные отверстия. Они сейчас будут привариваться вот сюда. Испарительные трубки нужны для испарения топлива, если я буду использовать керосин в качестве топлива для горения. Уже становится интересно, что из этого всего получится. Финиш в принципе близко. Хотя работы еще очень много. Надеюсь, все будет нормально работать. Сделал большой выход. Скорее всего, его придется уменьшать. В общем-то не проблема. Главное запустить, стартануть и все собрать. И сделать смотровое окошко. Вот так изнутри выглядит камера сгорания. Это испарительные трубки. Здесь их 11 штук у меня. Все детали выполнены из нержавейки. Напрессовал кольцо. Его еще нужно будет потом прихватить сваркой. Ну а мы продолжаем. Осталось сделать корпус. Ну и вот здесь сделать заглушку. Вспомнил, что у меня есть много-много вот такой нержавейки. Ребята, это жаропрочная нержавейка. И делать камеру сгорания очень тяжко. Потому что маленьким сверлом ее никак нельзя просверлить. Но вот на корпус оно пойдет. И еще как пойдет. Потому что варится она хорошо. Красивая. Вот как гнут мои вальцы, ребята. Можете обратить внимание, что даже на входе все довольно-таки закругленно получается. То есть нет такого захода нелепого. Такой вот будет корпус. Сторона лицевая. Попробую сделать высококачественный шов. Подгонка просто прецизионная, друзья. Все сходится, нет просветов. Пробуем. Все это время пользуюсь вот такими прозрачными соплами с газовой линзой. Реально в маске очень хорошо видно дугу. Обезжириваю спиртом. Можно сказать одно, ребята, что шов получился. Конечно крупноват он. Можно было и немножко поменьше сделать. Но вот такая технология сварки тонких металлов у меня. Я не могу ввести в одну линию и чтобы сваривалась. Мне нужно именно вот так делать. Так я уверенно могу заваривать точками. На определенном расстоянии примерно миллиметр от линии. И стараться точно выдерживать линию. Уже идут последние штрихи. Привариваю крышечку. Вот она, красавица. Дело идет хорошо. Зажигаю дугу снизу, поднимаю вверх. Потому что снизу толстая деталь, а сверху тоненькая. Ну все, ребята, состоялась герметизация. Вот как выглядит эта наша деталь. Осталось сделать систему питания. Подвод трубок и можно будет тестировать. Видно, внутри испарительные трубки приварены. Вот они входа. Там видно маленькие дырочки есть для охлаждения сопла. Вот такая вот система. Не знаю, будет ли работать этот девайс или не будет. Но одно могу сказать точно, что я хорошо потренировался в тиг сварки. Потому что нужно учиться постоянно и всегда и всему. В принципе у меня уже лучше получается, чем по первым разам. Причем значительно. Конечно, кое-где коряло. Но это нужно учитывать, потому что очень сильно ведет тонкий металл. Очень сильно ведет. Итак, смотрим, что у нас получается, ребята. Вот это вставляется вот сюда. В общем-то деталь получилась даже самолетная. Какое-то оно не тяжелое. Вообще легкое. Вот это сопло, ребята. Вот как оно выглядит. Ну а вот так оно соединяется. Так что камера сгорания полностью готова. Подключил аккумулятор. Можно даже немножко протестировать, что оно покажет. Манометр будет измерять давление после компрессора и перед жаровой трубой. То есть это нам даст кое-какое понимание, как оно будет работать. В общем, смотрим. Отлично, ребята. Получается перед жаровой трубой создается давление. Это очень хорошо. Когда зажжется смесь, в жаровой трубе тоже возникнет противодавление. И вот это вот давление должно до 0,02 подняться. То есть полностью будет использоваться весь потенциал этого сжатого воздуха. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем благодарю за внимание и всем пока. Скоро мы увидим, на что способен этот агрегат. Что он может выдать. Поехать. Продолжение следует...